Добрый вечер, друзья! Мне задали вопрос. Вопрос в виде некого лозунга, цитаты, или, как сказать, принципа, формулировки. Любить – значит видеть человека таким, как его создал Бог. Как это хорошо, как это правильно? Неправда ли надо жить по этому принципу? Ответ – не надо. Это не принцип. Если мы говорим о нашей христианской вере, то наши принципы – это наши догматы. Наш принцип, начало, принципы, то есть начало – это Христос. Высказывания, ну что ж, они помогают нам. Чем они ближе ко Христу, тем они ближе к христианскому богословию, тем лучше. Если они берутся неизвестно откуда, падают с потолка, кто-то что-то высказал, а нам оно нравится, оно звучит хорошо – это, как моряки говорят, девиация компаса, уклонение компаса от истинного магнитного меридиана. Можно уехать куда угодно и впороться в скалы, если идти в компасу, который подвержен девиации, уклонению. Давайте посмотрим, вкратненько посмотрим эту фразу с вами. Как видеть человека, каким создал его Бог. Во-первых, Бог создал человека не таким, какой он сейчас, он создал его безгрешным. Факт грехопадения, изменения человеческой природы, естественно, он лежит в основе христианской антропологии и, в общем-то, антропологии многих других религий, уж в всяком случае иудейства, ислам. Это понятно. Но других верований тоже подчасти. Значит, мы его видим сегодня не таким, как создал его Бог, в любом случае. Во-вторых, тот человек, который я вижу перед собой, ну, изначально, надо сказать, Божий принцип, Божий проект, но создан он, рождён он своими папой с мамой и воспитан он своими родителями, школой и так далее. И какова роль Бога в этой его личности, в этой его персоне, которая передо мной, ещё бабушка на двое сказала, далеко неизвестно. И, наконец, в-третьих, и в самых главных, друзья мои, внимательно смотрим, любить – значит видеть ничего подобного. Любить – это не видеть, любить – это действовать. Любить – это быть и действовать, отдавать себя другому. Вот что такое любить. Понятно, что что-то видеть надо, и что-то человек, и кому там что и как, но ставить знак равенства между любить и видеть – губительно, губительно, потому что лупнет ваша любовь, при как только изменится какое-то видение, что-нибудь такое видение будет другое, так любовь сразу превращается в пшик, а этого допускать нельзя. Любовь – это подвиг воли. Помните об этом и не поддавайтесь девиации вашего компаса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому